анекдот из серии берримор а что это за вой стоит на болотах сэр это в прибалтике население получило счета за отопление и электричество перестал быть анекдотом причем такими темпами и другая история что если вам холодно встаньте в угол там 90 градусов также скоро превратится в прозу жизни тем более быстрого возврата к низким ценам на газ характерным для прошлых лет ждать не стоит говорится в отчете еврокомиссии по рынку газа за третий квартал 2021 года и это значит что третья история о том что солому на украине будут экспортировать из новой зеландии потому что нафтогаз переводит свои тэц на этот вид крайне экологичного топлива тоже из разряда сказок на ночь становится сорвовой реальностью впрочем про украину обещаем будет отдельный сюжет куда же мы без страны вечно холодных батарей сегодня как было ясно с первых слов про приключения прибалтийских тигров которые правда что-то подмерзли и уже не выглядят непобедимыми и экономически успешными так что в москве не спят мечтают вернуть их обратно чего наверное не скажешь про местное население которое пишет почти одно и то же в соцсетях цитата такого беспредела не было еще никогда последние деньги отдаю за электричество и отопление странно согласитесь холодильник должен был победить россиян как нам обещали все эти годы люди со светлыми лицами но вышел почему-то наоборот может в прибалтике холодильники не той системы или в россии их как обогреватели используют в общем пока просто почитаем вам записки жителей эстонии литвы и латвии которые они оставляют в интернете ведь правда что считать за электроэнергию в декабре 2021 года можно будет назвать электрошоком ноябрьский счет за электричество хороший мотиватор для похудения в будущем нам придется дважды подумать открывая холодильник ведь там свет потребляет электроэнергию без надобности я получила новый счет за электричество теперь я боюсь не темноты а света моя бабушка всегда заряжает телефон на работе теперь нужно узнать еще несколько хитростей или горячей воды как опции больше не будет буду мыться на работе интересно что теперь по этому поводу расскажут любители истории что в прибалтике такие пенсии что яхту можно купить не говоря про какое-то там отопление особенно на фоне того что премьер-министр эстонии кая калас заявила что газ в европе подорожал в четыре раза из-за того что россия снизила его поставки конечно в любой сложной ситуации да ладно вообще в любой всегда обвиняй россию а думает пускай лошадь у нее голова большая и работает пускай трансформатор он же не зря 380 получает 220 отдает она остальные гудит однако факт остается фактом в советской прибалтике такого не было по данным союза самоуправления латвии в этом отопительном сезоне проблемы с уплатой счетов могут возникнуть у более чем 40 процентов жителей этой маленькой страны например проживающая в риге журналистка полина элкс не поделилась с общественностью цифрой 304 евро и 15 евроцентов увидела свой счет за квартиру и хочется переселиться бег вам куда-нибудь на экватор жалуется барышня добавив что у нее трешка в доме советской 103 серии по данным центрального статистического управления латвии в ноябре 2021 средняя цена на электроэнергию оказалась на 24 процента выше чем в ноябре предыдущего года по сравнению же с 2000 годом стоимость увеличилась так и вовсе на скромные триста восемьдесят шесть процентов неужели на такие же цифры стали жить лучше простые жители латвии причем в литве не лучше в декабре рекордные счета за отопление получили и жители вильнюса стоимость отопления квартир за ноябрь 2021 года оказалось в два раза выше чем за ноябрь 2020 к примеру семейная пара проживающая в трехкомнатной квартире площадью 68 квадратных метров в доме постройки 1989 года получила счет на 102 евро в позапрошлом году должна была заплатить лишь 49 и хотя справедливости ради скажем что в прибалтике сегодня действительно действует система компенсации для населения подобные взлеты цен на энергоносители влекут за собой не только большие счета на отопление или электричество бизнес тоже вынужден хоть как-то до выживать и как следствие прайсы взметнулись вверх стремительным домкратом цены взлетели буквально на все на основные продукты питания на основные услуги включая медицинские что очевидно доказывает что социальный кризис в регионе будет лишь усугубляться а это значит все это точно не конец истории